Жили, были два человека, Маргарита и Александр. Жили, и когда они увидели друг друга, сразу полюбили и решили пожениться. Поженились и зажили долго и счастливо. Герои этой простой сказки, сочиненной 10-летним Даниилом и 5-летним Артёмом, на днях отметили юбилей совместной жизни, 60 лет вместе. Маргарита и Александр Пруцковы – ветераны Балаковского филиала АО «Апатит». Проработали на заводе около 20 лет. Он руководителем отделения в ЦФУ, она – аппаратчицей. И до сих пор с теплотой вспоминают те годы. Нам очень нравилось, коллектив нравился. А все мужчины, которые с ним работали, все женщины, все к нам приходили в гости. На улицу встретимся, целуемся, обнимаемся. Очень хороший коллектив был. Но до этого были годы учебы на Урале, родине Маргариты и Александра. Познакомились наши герои в техникуме города Красноуральск. Высокий черноволосый спортсмен покорил миниатюрную красавицу своим спокойствием и серьезностью. Из всех своих ухажеров первая красавица техникума выбрала скромного Сашу. И он, не раздумывая, предложил Рите руку и сердце. Свадьбы у нас не было вообще. По какой причине? Если бы у нас была свадьба, она бы была комсомольская, она бы гремела бы на всю область, можно сказать. Вот. Я не захотела такого безобразия. Правда? Не захотела и все. И мы с ним тихонечко гуляли по городу. Вот он говорит, около ЗАГСа шли. Он говорит, пойдем в ЗАГС зайдем. Я говорю, пошли. И в ЗАГС зашли, подали заявление. Вот ни подружкам, ни к кому не сказали, родителям, ну никому. Вот к родителям приехали, и вот я его привезла. Папа говорит, а это кто? Я говорю, это мой муж. Молодых супругов пригласили работать в Балаково на новый завод. И они согласились на переезд. Хотя Свердловская область их устраивала в плане трудоустройства. Но Маргарите не хватало тепла. Ведь на Урале 60 лет назад был суровый климат. И юная красавица тянулась к солнцу. На Урале было очень холодно в то время. Очень холодно. 40-градусные морозы каждый день. Мужчины там надевали чулок женский на лицо. Глаза вырезали и ходили на работу так. Очень было холодно. И у меня ангина была постоянная. А здесь мне понравилось. Почему? Потому что здесь тепло, во-первых. Здесь помидоры, огурцы, фрукты, яблоки. И вот спустя годы супруги Пуцковы делятся своими рецептами счастливого брака. Я умела прощать. Я умела помолчать вовремя. Я умела помириться. Дочь Пуцковых Елена Александровна теперь уже и сама. Мама и бабушка тоже уверена. Ее родители прожили вместе 60 лет, потому что заботятся друг о друге. Стараются уходить от конфликтов и уступать в спорах. И при этом уважают интересы второй половины. Дедушка идет на уступки постоянно. Я думаю, вообще в семейной жизни кто-то должен уступать. Маргарита Ивановна и Александр Федорович, отработавшие на Балаковском заводе не по одному десятку лет, были примером семейного счастья для своих коллег. Поэтому поздравить их с бриллиантовой свадьбой пришли не только родственники, но и гости с родного предприятия. Вам от компании, от Балаковского филиала «Акционер общества Апатит» мы дарим стиральную машину, паспорт. Тут как к ней обращаться все есть и пользоваться. Вам вместе еще многих-многих лет здоровья. Сколько лет еще нам прожить? До старых. До старых. Как минимум столько же. И пусть ваша жизнь будет такой же сладкой и яркой дальнейшей, как этот сорт. В компании «Фосагра» уделяют очень много внимания такой ценности, как духовность. И вот эти ценности нам показывает Маргарита Ивановна и Александр Федорович. Они своим примером, прожив 60 лет вместе, празднуя сегодня алмазную, бриллиантовую свадьбу, говорят о том, что в наш век, который неопределенный, такой сложный, можно найти ту стабильность, которую дает семья. И они нам демонстрируют свой пример в стабильности, надежности и верности друг к другу. 60 лет свадьбы сравнивают с бриллиантом, потому что этот драгоценный камень обладает самой высокой прочностью, чистотой и ослепительным блеском. И такими качествами наделен 60-летний брак супругов Прусковых. И они вовсе не жалеют, что отправились когда-то покорять целину и стали частью истории большого предприятия. Ведь годы работы в Балаковском филиаре АО «Апатит» по признанию ветеранов подарили им самые яркие воспоминания на всю жизнь.